здравствуйте зрители моего канала хочу с вами поделиться устранению одной из неисправностей которая возникла у меня после того как я поездил по глубоким лужам в чем причина посмотрим то есть случилось то что у меня диск перестал вращаться но при этом ну что ясно что сначала снимаем колесо подкручиваем вот они я уже снял колесо поэтому здесь ничего умного нет теперь надо вот эти штифты открутить здесь раньше были здесь под ключ на 10 даже на 12 кажется нас девятки и на восьмерки здесь же просто сделали сам штифт как бы вот под ключ здесь ключик надо применить вот именно на 7 но сразу говорю что если сразу будете откручивать и долго не крушли то вы им хрен открутить этом я применял еще вот такие тисочки то есть зажимал сжимаешь и перед но перед этим любом случае необходимо у кого молоточком постучать поэтому берем опа вот откручиваем здесь тоже самая картина откручиваем два штифта открутили можно вот сюда положить тут место так раз тихонечко начинаю снимать значит долбиться всей дури не надо потому что какой-то металл довольно такой хлипкий ну не хлипкий хорошо долбануть и на девятке так пытался снять разбил весь вот этот кожух поэтому аккуратненько 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 вот так сняли ну устройство здесь понятное но вот тут ничего нету обычный заработан тормозной накладки тормозные ну и еще хорошем состоянии ну и принципе подтеканий нету тормозной жидкости рабочего тормозного цилиндра все сухо но устройство если надо будет разобрать его полностью сложного ничего нету чтобы разобрать более тщательно для замены тормозных накладок вот этих всех или может заменить тросик который идет вот там трос ручного тормоза чтобы все это заменить ну необходимо естественно разобрать уже то есть необходимо снять вот эту пружину вот она пружина идет вот ее зацепляете сюда а использовать можно спицу от велосипеда или крючком крючок загибаете натягиваете и вытаскиваете здесь еще две пружины вот они две пружинки маленькие вот с этой стороны которые прижимают диск именно чтобы не отходило не отваливался от этого потом с этой стороны с этой стороны точно также это пружинки можно снять но с этой стороны сложнее потому же здесь меня мешает рычаг но когда вы пружину снимете снимите эту этот уйдет вниз он больше нигде не крепится здесь просто как вставляется после чего ну пружину сняли вот эту распорку сняли это распорка именно для того чтобы работать ручной тормоз когда вот не снизу вот видите вот здесь снизу это тянет вот этот рычаг он нажимает на эту распорку и естественно колодки разжимается и происходит торможение ручной тормоз значит еще раз вот это все сняли затем вот и снимаете это держится рычаг это держится именно от этой тормозной накладки на этой снимаете его расшплинтовываете здесь соцепление выходит можете разбирать и ремонтировать как вам уже удобно дальше будет в моем же случае я просто снял посмотрел почистил вижу что подтеканий нету зазор есть небольшой ну из-за чего произошло заклиниваем тормозов но я думаю из-за грязи которая попала наверное все таки в тросик где-то там тросик закусила из-за грязи ржавчины и после чего произошло расклинивание тормозных колодок и произошло заклинивание тормозного барабана и это колесо заклинило ну после чего я немножко подергал ручником по шорку тросиком после чего снял диск но это же и немножечко вот так вот силиконовая смазка не очень сильно потому что не попадала на барабаны иначе тормоза накроется медным тазом вот так чуть-чуть чисто места сочленения но и смажется и в то же время и для резины полезно берется грязь этим берете тряпочку и протираете чтобы она естественно было не очень много чтобы не попадала силиконовая смазка на довольно таки хорошо оказывает воздействие на всякие сочленения и убирает дрожавчину после чего провожу обратную сборку но если вы разбирали досконально его для замены или ремонта или почистки или счета для очень развития или замены рабочего тормозного цилиндра то естественно сборка производится в обратном порядке точно также с использованием этого приспособления крючка со спицы вставляется и ну сложно ничего нету еще раз главное вот то что я вам сказал и все будет работать от и до все сейчас будем собирать обратно порядке такому сначала ставим вертикально же вот этот эти два отверстия вот четыре точнее это под болты для крепления колеса а вот этот это вот для вот этих щиптов поэтому надо сразу угадать чтобы попасть именно так как мы уже немножко убегали поэтому ничего не страшно если она начнет выпендриваться даже не так сложновато не только как тормозами поработаете конструкции встанут на место проблемы конечно в любом случае есть потому что они гуляют вот так теперь берем так да еще забыл сказать что есть возможность то есть вот здесь еще два отверстия по бокам есть вот тут но отверстие вот второй отверстие но у нас сейчас забито но резьба есть это для чего для того чтобы можно было если не снимается то есть закручиваете один сюда вот этот штифт куда я его делал и здесь резьба есть вот она это берете сюда закручиваете ну надо конечно сначала прогнать резьбу потому что она резюка грязи забитая в смысле чем что закручиваете потом на закручиваете этот штифт он давит на флянец ступицы и этот сам и сам барабан тормозной снимается то есть еще можно таким макаром то есть если действительно что-то сложно то трудно то можно но можно не обязательно этими штифтами лучше конечно потому что из-за чего из-за того что вот эти я сейчас покажу какая тут ерунде они не сделали раньше было вот на этом буртике под ключ а сейчас сделали вот это и тем более еще даже на 7 они вообще на два с половиной сделали неудачно поэтому берете и просто тогда можно использовать тупо обыкновенный болт вставляете его и начинаете крутить и он давит на флянец ступиц от которым крепится вот болты входят в него колесные и барабан тормозной барабан снимается без постукиваний молотком по самому барабану смотрите чуть-чуть все таки есть ну здесь еще может быть зато потому что поставили после а после чего при нажатии на тормоза и в движении он становится тормозные накладки накладки становится на свои места и перестают вот это все шорка не пусть и шорка не продвигать но естественно после того как это все сделали проехали надо будет выйти посмотреть греется барабан или не греется если бы греется барабан значит проблема все таки в том что зажат именно тросик стояночного тормоза ну это там под машину надо залазить и посредине немножко надо отпустить его и после чего он будет ну отпускать не очень сильно потому что если сильно отпустили значит ручник будет щелкать до самого верха так там три-четыре щелчка чтобы точная термо срабатывала вот таким лакаром это все делается ну все то есть это все мы сделали тут еще можно побрызгать ну и мере безопасности не забывайте что когда вы ставите на домкрат то желательно еще ставить какую-то чурку для фиксации потому что домкрат вот вещь ненадежная хлипкая может сорваться с домкрата все что угодно будет и может привести или к травме вашей ну естественно если упадет с такой высоты может произвести поломка машины поэтому если его так поставить расстояние небольшое и он ляжет на колодочку и все можно даже его снять и прямо домкрат спустить чтобы она стояла на колодке вот в принципе как-то так не забудьте помыть колесо подоставить это некоторые мастера отремонтировали как было в резюке так в резюке и запихивают обратно поэтому все должно быть чисто вот так колесо помыл снаружи внутри теперь мне колесо чистенькое опа убираем чурку опускаем домкрат опа опа опляс опа 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 вот так вот вот ну все неисправность устранена теперь надо проехать чтобы колодки стали на свое место удачи подписывайтесь на канал если что интересно какие то вопросы возникают спрашивайте все всего доброго до новых встреч до новых встреч